всем привет дамы и господа с вами алексей и youtube канал австралия родит ну что ж друзья сегодня у нас очень много позитива и новость у нас поистине бомбическая ребята давайте сразу к делу что же произошло а произошло то ребят что чего не я никто специалистов индустрии и люди кто в теме не ожидали что произойдет так быстро а именно украинцев исключили из гуманитарной программы вот это 786 визы и так далее ребят почувствуйте разницу программа естественно в наличии то есть этой программе насколько я помню в австралии больше 20 лет она была всегда и она будет всегда в нее включает по мере того как развивается политическая и военная обстановка в мире в нее включает или выключает страны включали туда косово включали туда вот когда там был весь конфликт включали афганистан сейчас много кого туда включали но история не припомнит чтобы так быстро выключили из этой программы кого-то то есть программа осталась но украинцев из нее исключили ребят ну давайте по порядку что же произошло в общем а 14 числа как это было уже заявлено в интернетах ребят и смех и грех я ну захожу к ладику в telegram подчеркнуть утреннего позитива с утреца так где-то часов 11 утра у меня утра и что я вижу какие-то бурление голлун и какие-то что-то бомбит что-то дымит думаю что такое бомбит что дымит а потом посмотрел оказывается пердаки дымят у граждан украины но ткнул ткнул где надо ткнуть на экране бат смотрю что я вижу все финита ля комедия шура сливай воду как говорится ребят но мы все этого ждали кто в индустрии то в теме чехунов говорила с этим согласен что никаких вот все говорили вот там три года просижу никаких трех трех годах конечно и он говорил я говорил гораздо раньше все это сделаю чемодан вокзал домой но чтобы вот так вот сделали чтобы то есть просто вам такое невзрачное сообщение на сайте ки иммиграционного департамента что все как говорится чемодан можно не собирать больше помните еще люди которые говорят а вот мне 6 визу 600 визу получил когда еще еще ее давали ведь сколько уже несколько месяцев и и уже в принципе не дают так вот вот там а получил 600 визу год на въезд да то есть я сейчас соберусь то спокойней спокойно продам что-то там до баблишко подзаработаю и такой уже так сказать финансовой подушечкой в австралию спокойно билетики посмотрю ребят но чтобы вот так вот отрубили просто вывесили незрачное сообщение и сказали что все всем до свидания 14 числа то есть это за большим неделю появилось сообщение грубо говоря за две недели я так понимаю когда когда как бы я увидел все эти брожения гон а вот и все собственно вот и все ребят а кто оказался прав ну мы конечно предполагали чхунов я и коллеги в индустрии но ребят чтоб так быстро чтоб так быстро что короче а прям вот бац и через буквально несколько месяцев все отрубили ребят там люди вообще которые 600 визы получили не спешали выезжать такие мы там по выбираем билетики дешевые все они нужны вам больше билетики ребят ну еще раз говорю вот это всем тем кто говорил в этих в этом свинарники под названием чат у вадика что вот австралы дураки бравировали что там да я заехал я то ну да бравировались слушайте у меня есть подозрение вы будете смеяться сколько там этих чатиков как бы так лишнего не сказать да фактически только у вадика и там еще несколько ребят вы же не дурачки да вы понимаете что австралийские спецслужбы всегда вели и ведут набор русскоязычных ам кто может спецназ говорить по-русски да а посмотреть на сики это известная фигня спецслужбы набирает русскоязычных австралийцев понимаете да там жесткий чек и так далее туда никакие сведомиты и проще не пройдут и всякие там русские националисты я не делаю здесь между этим разницы я имею ввиду какие-то там отмороженные понимаете да туда набирали набирает и будет набирать пока россия будет в том так сказать загоне в котором она находится понимаете я имею ввиду такой загон как для определенных стран так вот ребят всех этих чатиков их посмотреть если тем более те хорошую зарплату платят промониторить ну сколько там за часок можно понимаете да и они пишут записочку что слушайте пора завязывать с этим потому что посмотреть кто там отчет в этих чатиках а как говорится слушайте ребят я не могу выражаться на ютюбе кстати без обиняков мы все это обсуждаем так сказать бога на богатом русском языке на котором говорили классики понимаете да мы обсуждаем все это в телеграме так что ребят кто из вас еще не подписался на наш telegram подчеркиваю не только telegram группа а еще и чат telegram там две ссылочки у нас чтобы вы могли сами участвовать писать сообщения задавать вопросы и участвовать в обсуждении обязательно подписывайтесь также на чат telegram так вот там и все без обиняков на богатом русском языке называя вещи своими именами без какого-то без какой-то предвзятости ребят ну там австралийцы типа меня ну я там может быть так подольше чем другие 23 года сижу ну там люди с десятилетними более стажами более того более того там мы мы как говорится где где национализм и шовинизм и где мы понимаете да я человек который 23 года в этой стране который уехал еще перед путиным понимаете о чем я говорю то есть у меня уж точно обменить меня в предвзятости аж кто есть такие единицы людей которые знают как я жил и живу в австралии все эти 23 года уж они точно не кинут в меня камень что я там предвзято отношусь к украинцам или я как предвзято каким-то русским вате отношусь и так далее понимаете к сведомам там и так далее то есть я всегда спокоен на этот счет так вот подписывайтесь на чат в телеграме в этом мой поинт был ребят там потому что во первых нельзя еще раз повторюсь нельзя обсудить все что происходит прям вот на камеру никакой физической технической возможности нету а там я прям в режиме реального времени 24 на 7 когда я мониторю миграционную ситуацию политическую экономическую ситуацию влияющую на миграцию естественно это все неразрывно я туда скидываю со своими комментариями а в прямом так сказать режиме прямом режиме 24 на 7 так что ребят там в десятки раз больше информации подписывайтесь на наш телеграм-канал так вот вернемся к новости да ребят никто не ожидал опять же повторюсь что ну вот так вот прям сделают и я недавно упомянул чатик вадика и и прочие чатики на украинском языке включая ведь вы же не думаете что что спецслужбы не нанимают также теперь украинских каких-то там спецслужбистов работать понимаете да и они видят какого так сказать мягко используя мягкую терминологию они видят какого рода биологический материал качество биологического материала получает визы по этой программе из этих чатиков им просто можно любой человек с половиной мозга зайдет туда посмотрит а потом боссу отпишет наверх а там они решат но вот они решили так что спасибо всем тем кто бравировал в этих чатиках в этих свинарниках как у вадика я бы их назвал потому что там националь там национализм вовсю и вадик ничего с этим не делает там ненавидят русских и так далее причем там естественно сколько русских и сколько украинцев понятно да там сидят русские которые не могут слова сказать и которые естественно там одна мадам просто сказала вы если вы понимали как мы открыто ненавидим русских ты напиши свой телефон или адрес скинь а не скрывайся и тебе объясняют кого ты здесь ненавидишь в австралии и научат уважать законы этой страны вот так вот а мы все заскринили то что там писала и там высказали русские что ну понятно какое отношение имеем мы и так далее ну нормальные интеллигентные люди высказали хабалки которая еще и ненавидит русских открыто и варик ничего не стер варик все нормально в этом понимаете варик если он может развести украинских лохов на две-три гривны он просто задницу будет целовать нет вопросов как и всех варик в этом смысле такой чип мальчик он за за две-три гривны кого хочешь задницу поцелует нет вопрос так вот ребят возвращаясь смотрите какие комментарии ну в общем по новости все понятно да то есть там сразу начинается что так это что мы зря готовились зря 600 и визы получали да нет конечно не зря прилетай туристам потрать свои деньги которых у тебя нет понятно да они такие там а что же все пшик ну давайте сразу так сказать комментарии говорят сами за себя марта лаки и что теперь столько готовились и пшик или грядет новая программа об этом чуть-чуть позже о новых программах смотрите какая-то нечисть под просто псевдонимом ви отвечает да то есть грядет новая программа секундочку далее что идет анастасийка дама умная смотрим дальше понимаешь что где-то надуривают на данный момент никаких программ не заявлены то есть ориентироваться надо до 14 07 то есть она отдергивает этого веи который сказал да будут программы еще типа едете продолжать давайте давайте подавайте подавайте давайте консультируйте с нами она его сразу отдергивает никаких программ нет на данный момент далее марта лаки говорит а реально получить 600 и долететь до 14 числа и да марта реально пиши контактируй к нам мы чартер закажем ту дорого но сделаем давай у тебя же денег нет идем дальше опять ли я отвечает этой даме которая спуск его одернул что никаких программ нет счета и здесь что имейте терпение все будет после 14 07 опять вот просто безапелляционная наброс такой говнище на вентилятор анастасийка не отпускает а откуда у вас такая уверенность ви отвечает украинцев не оставит только на 600 туристической понятно придумает что-то новое нормально да ви анастасийка отвечает ну то есть это ваше субъективное мнение вы же понимаете что прочитав ваши безапелляционные заявления люди могут посчитать что вы что-то знаете и понадеяться на авось боюсь что просто нет смысла изобретать велосипед была нормальная рабочая схема мы видели все это рабочую схему зачем ее отменять чтобы что-то придумывать просто нужно иметь ввиду что сроки до 14 числа и все то есть она просто его ставит на место зачем отменять допустим эту программу чтобы придумать какую-то еще то есть бред она абсолютно у дамы с логикой все нормально так вот ребят что я по этому поводу думаю ну программа все понятно так сказать что тут уже скажешь а я вот в об этих деятелях хочу немножко параска папа порассуждать так сжато который вот говорят вот будет будет прикиньте то есть да да ну во первых это может просто сидеть тупо кощей и просто по другим ником ну типа чтобы люди к нему продолжали ну типа лохи надеется то есть заселяет им левую надежду что да не все будет нормально теннисы и главное заезжаем и там будет другая программа вот и все вот то есть человек сидит там 24 на 7 и продолжая здесь кто говорит да нет ну часто уже факт факт все все никаких украинцев все забыли об украинских программах забыли все нет сидит какой-то и говорит заезжайте будет новая программа ему говорят вы отвечаете за свои слова дома он говорит он просто закольцевал говорит да не может что быть чтоб не было поэтому будет вот вот такая логика понимаете да то есть на мой взгляд это просто сидит кощей и просто чтобы заразить ну поддерживает хайп у лохов что а это убрали ну будет что-то новое давай еще с там появится там вон кощей идите на консультацию 300 баксов там он вам в голову засрет инфоновозом за так за ваши 300 баксов что доехать надо давайте ребят отличный пример вам приведу когда я приехал в девяносто восьмом году далеком 98 до путина еще 23 года назад время быстро идет была аналогичная разводка все примут от из каждого тюга от местные аферисты мне прям такие они понимают новый панайер давай его разводить пытаться и мне говорят да ладно давай подаваясь через нас на беженство а стоит копейки а игру но это же нулевой вариант потом волчий билет и все в австралию него не заедешь никуда они они такие так а смотри амнистия будет тогда была фишка амнистии здесь сейчас фишка программа а тогда была фишка амнистии что это такое а знаете когда ну раз в десять лет всего лишь два раза я посмотрел делали амнистию тоже нелегалы разбегаются с просроченными визами так далее прекрасно живут работать дел не в этом прекрасно непрекрасно это зависимости от человека зависит так вот и правительство дело амнистию до раз в десять лет два раза она была всего лишь и вот они на этой базе посмотрите разводка следующий лоху говорят типа подаваясь давай сейчас на беженство ты говоришь ну типа беженство все равно не дадут вышлют а потом волчий билет все во все приличные страны включая австралию анки дни тебе дадут дож будет амнистия ты бишь как как амнистия а он смотри каждый 10 лет амнистия а уже прошло 12 амнистии не было и лох такой опаньки и вот как эти слово в слово почувствуйте разницу это сволочь сидеть сидит да непонятно кто под ником ли говорит да будет другая программа главное эти понимаете до 5 что лох заехал а здесь у его уже по полной ему деваться некуда только назад а к хорошему быстро привыкаешь но это человеческая психология они знают и я знаю и поэтому я вам рассказываю как это бывает в общем амнистии будет а как будет а кто знает а они такие ну вот к 1 10 лет было а уже 12 лет не было прикинь сейчас будет сейчас ты подашься на беженство и тебе дадут потом всем амнимиграционную амнистию это в америке лохам тоже туэт это это очень универсальная тема по всему миру аферисты имя от миграции этот улик и вот сейчас слово в слово почувствуете разницу как говорится это мразь ту лиц что да будет будет вот просто просто факт что все закончилось он даете все будет ребят и дама ему аргументирует а он не может не быть будет потому что не может не быть вот такая аргументация на кого это рассчитано ребят вам делать выводы ребят и смех и грех далее глянул я каще вот этот выдрис последний господи еле продрался о боге кощейная без ваника делал квинтэссенция просто говно звука говно видео и говно монтажа там все это ну вы посмотрели наверно я слышать не мог у меня он тут десятки тысяч долларов инвестирование я не мог слышать слышать не мог звук такой короче да чем там говорит но это про это он сказал дальше что что он говорит вторая новость виза 491 190 изменения опять в худшую сторону в какую во первых квота маленькая 2000 человек что такое 2000 человек это значит что никакой шанс русскоговорящий не имеет если он там не костя дзю но я миллион раз это говорил тут как бы мало он и раньше не имел его и раньше нужно было 95 баллов и все равно не получали ни черта ребят я это миллион раз в предыдущих видео говорил подробно разбирал посмотрите и кому не лень здесь разбирать это по сотому разу конечно никакого времени не хватит значит а квота всего 200 2000 человек очень маленько очень маленько значит никакие русскоговорящие в эту квоту не попадают и номинация штата если ты находишься оффшор да у себя в житомире сидишь возможно внимание да и только при наличие раджем оффа джоб оффа прикиньте то есть вы должны предполагается иметь возможность находясь житомире найти работодателя которым вам даст джоб оффа еще что-то нужно здесь говорит это говорит о том что полностью полностью сколько же миллиард раз говорили что и до ковида без оффшор подаваться это разводка вас разводят агенты всякие кощей вадике петровы они вас разводят вы не можете получить находясь там потому что специалистов дохрена здесь иностранцев уже здесь поэтому сделали разделение он шоу оффшор понимаете и оффшор если ты никаких шансов нет и сейчас добили как говорится гвоздь в гроб просто во в крышку гроба вот этих виз в били теперь вам не только все это нужно там номинация 100 штата баллы хиралы там все это там хрен короче сделаешь это все вам еще и джоб оффа нужно все сливая воду какое джоб оффа кому если вы перельман да вам университет даст приглашение на работу если вы кости дзю вам тоже дадут но вы это смотрящие это видео далеко не перельман и не кости дзю вот вот вам новости позитивные по рабочим вещам смотрите какая прелесть комментарии опять же у вадика свинарники анна добрый день по поводу визы 491 количество мест ежегодно меняется вопрос и уменьшается насколько я поняла всего имеется лимитированное количество мест а значит шансов меньше и нужно больше баллов вопросительный знак ребят вы понимаете вот вот это показатель того зачем эти аферисты испражняется youtube чтобы у людей которые их смотрят по идее у них должно их творчество так называемое фекальное на youtube этих аферистов должно у этих людей элиминировать то есть уменьшать количество вопросов то есть им должна какая-то быть польза в качестве информации которые они дают в результате вот эта дама наверняка ведь посмотрела несколько видео а как минимум ну даже если она вот одно это видео посмотрела но ведь какая-то польза но вот чтоб таких вопросов не задавать должна быть а я уверен что дамам посмотрел не одно видео ребят вопрос риторический все зачем эти аферисты два разводят дресню на этих говно каналах чтобы у лохов первое закошмарить лоха все все по классике и потом предложить ему году мы знаем как пролезть обращайся к нам потом предложить им солюшин решение правильно и тогда лоха еще можно и развести на деньги мы-то знаем а типа как вот да все пипец но ты к нам обратись и мы тебе за нормальную сумму все сделаем чики-поки понимаете да но чтобы задавать вопрос то есть то есть дома не знает вообще что до балл что же нужно больше баллов жалко я не могу употреблять выражение которым мы употребляем теперь свободно в нашем телеграме я уже просто я в телеграме раньше тоже держался но ребят у меня же тоже психика не железная когда я читаю вот этот свинарник ежедневно вадиковский ну там просто я подсел на этот ежедневный позитив кайф кайф да не чушь троллингу нет и естественно я уже мне нужен более богатый язык русский слава богу я еще пока его не забыл совсем телеграме мы там используем все я использую по крайней мере любые выражения на не только я но ребят когда она вот эта дама смотрит и говорит а что нужно больше баллов нифига себе окажется квоты существуют и места ограничены оказывается конкурс причем по всему миру кота и конкурс да она фактически она сидя в своем житомире посмотрев этот говновыдрис блин как его слушал ребят я я блин слышать не мог вот это она посмотрела она думала на его посмотрит и сейчас чё и приедет в австралию ой окажется конкурс окажется а больше баллов надо окажется места лимитированное количество мест квота оказывается ребят ну смех и грех смех и грех ребят смотрим а еще вопросик там же в свинарнике у вадика виктор добрый день если актуально расскажите пожалуйста на одном из youtube выпуска почему так получается двоеточие первое с одной стороны декларируется острая нехватка рабочих рук в австралии второе с другой стороны такие сложности в том чтобы получить рабочие визы или пмж третье в частности об этом ваша информация про оверсис оверсис по русски он написал провинциальные визы со множеством дополнительных требований работа в офисе наличие офера от работодателя и последнее практическая недоступность виза 189 дальше человек якобы делает вставляю делать некий анализ связано ли это с тем что иммиграционное законодательство запуталось в кавычках и требует реформирования в австралии вот это вот знает лучше как австралии отстроить свое иммиграционное законодательство понимаете да и он считает что она нуждается в рестор в реформирование чтобы вот это вот могло приехать к нам и смех и грех а может быть продолжает он свою аналитику работодатели ищут специалистов но не способны достучаться до тех кто занимается иммиграцией то есть до кощей работодатели должны стучать ой кощей а где-то там пришли к нам нам рабочие руки из житомира если такая проблема есть то осознается ли она новым правительством австралии смотрите он прошаренный он в курсе что у нас новое правительство стоит ли ждать каких-либо изменений в ближайшие полгода вопрос на этом аналитика от данного человека незамысловатого закончена я пытаюсь терминологию от которой обычно я использую в телеграме не использовать здесь на ютубе ребят да вот сами зайти а кстати все все комментарии которые я озвучиваю на камеру все от скринины у нас в телеграме может зайти сами прочитать и кстати я там ответил без обвиняков на богатом русском языке этому человеку а здесь для вас скажу ну в эти вот человек то есть он я даже не знаю что здесь можно сказать ребят вы сами знаете если вы не в танке вы все понимаете то есть как сидит какой-то индивид он-то не биомусор он естественно он считает что он нужен австралии но австралия не знает не может его завести по причине того что австралийское правительство идиоты это он так думает и не нужно ли а законодательство прореформировать чтобы вот это вот могло заехать это раз далее и понимает ли может быть новое правительство сейчас которое пришло человек прошаренный он знает об этом она понимает все так сказать катастрофическое положение австралии по причине того что такие как он не могут к нам заехать и они что-то сделают в ближайшие полгода может быть это был вопрос вот данного вот индивида homo sapiens опять фильтрую разговор кощею а уж коще это уж в курсе как там обстоят дела в правительстве и так далее он так у него прямая связь с богом а не говоря уже пример министром как у петрова то же самое так что он же авторитет естественно в общем ребят и смех и грех что тут комментировать любое правительство богатых стран ну ладно в кровь кратце повторю прям совсем две минуты что уже миллиард раз говорил в предыдущих видео отвечу этому человеку любой правительство врага богатых стран тем более такого ушло и как австралийская у которых есть история противодействие миграции с индонезии через анализ не только индонезия через через индонезию перли просто на плотах и мы всех их загнали как говорится в загон подобающее место так вот уж а уж с этими там им вообще грасплюнуть справиться понимаете да у любой богатой страны тем более такой как австралия шут проблема чтобы просто мировая нечисть не смела с лица земли просто если и дать если и пустить то австралия прекратить свое существование за считанные дни тут я думаю всем все понятно и у нас будет не австралия таиланд со всеми вытекающими какие-нибудь филиппины далее правительство вот это вот опять фишка вау новое правительство может быть это это все все аферисты из которых я озвучивал в своих видео все используют это за мануху вот придет новое правительство петров там на умнике вадик слышь где вы картавы у шлепки и где правительство австралийская еще вы несете начни важно какое правительство для любого правительства ослабить эмиграцию это политическое самоубийство миллиард раз это говорил почему потому что рядовой австралий подавляющее большинство не просто большинство а подавляющее большинство австралийцев понимают то зло которое несет ослабление иммиграционной политики и увеличение иммиграционного потока в страну это в основном отъем рабочих мест у австралов wages зарплаты падают и так далее и тому подобное то есть это во всех странах так это все универсально это знает каждый я здесь изображение слесарь австралийский что приедет блин в вадик и будет делать то же самое заполченный а приедет жуй кунь уй и будет это делать тоже заполченный понимаете да так вот поэтому вся вот это риторика по поводу вот придет новое правительство и там австралия распахнет свои двери как вадик говорит это все рассчитано на лошье которое это схавает и заплатит деньги этим аферистам под разными предлогами там элементарное целеполагание идет и лох созрел понимаете так что ребят как было то правительство будет это правительство будет двадцатая правительство никакого открытия австралии не будет более того как вы все наверное убедились а я уж точно я 23 года в этой стране постоянно не только в австралии по всему миру в приличных странах гайки закручиваются почему потому что у нечисти больше денег и она больше возможности интернет фигет она просто увеличивает свой поток так говорит корица effort попытки возрастают проникновение соответственно любой правительство должно противодействовать соответственно гайки закручивать вот такая простая математика друзья мы ближайшие полгода смех и грех ну и кощей там еще что сказал о гвоздь гвоздь забили вообще конечно новости сегодня вот буквально чик 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 смотрите и гвоздь забили в лохотрон петровский типа а не надо идти к вадиков говноколедж вот идите ко мне на говноколедж подтяните английский а потом в аспирантуру я вас тоже в говно в говновус устрою и вот тогда вы как аспирант пойдете по визе талантов уже перечди когда сделаете это я даже не хочу я это уже все разбирал посмотрите предыдущие видео так вот читая дословно изменение студенческой визы 500 это по кощей я перепроверил аспирантура магистратура новое требование 8208 программы внимание подпадающие под критические технологии требуют разрешения министра иммиграции по каждому кейсу кощей такой сделано это не поп не по понятной причине мы будем мониторить и я вам сообщу почему не кощей мониторить тут нечего все что значит критические области ну понимается да это те которые именно дает вам иммиграцию плюс они еще критические с точки зрения обороноспособности австралии а науки и так далее вот это то есть под этим стоит понимать критические области это те именно которые если вы получите phd и так далее в этой области вы можете попытаться по визе таланта если там к тому моменту не закрутит еще гайки или просто это область перестанет быть критическое вы можете получить пиар так вот теперь по кейс байкейс по решению министра иммиграции это значит что значит все русскоязычные могут сказать просто оставить эту идею а это гвоздь в крышку гроба лохотрона а получи phd поди по визе талантов что педалировал петров вот такие вот новости ребят в общем а почему это сделано с русскими ну как почему вы же не можете в критически научные там и так далее оборону обороноспособность страны это же все взаимосвязано в экономике опускать страны сейчас на данный момент до такие как россия белоруссия и украина украина то что мне понятно кто там у всех двойные паспорта все это все понимают понимаете да то есть все до свидания пейсди петров сайт ни слова об этом не сказал потому что ему это что не выгодно потому что у него кроме этого остается только его говно колледж а говно колледж уже все ясно и он и сам говорит говно колледж вам не дает выйдите ко мне в говно колледж потяните английский дает для аспирантуры а потом мы устроим вас в аспирантуру и вы там уже ее закончив получите пиар все одни теперь аспирантуры все до свидания ребят ну в общем такие новости на сегодня закругляюсь ребят напишите в комментариях что вы об этом обо всем думаете потому что но с новости 10 бомбически еще раз напоминаю подписывайтесь на телеграм-канал там мы все обсуждаем без обидников говорим как есть без обид друг на друга не обижаемся всем спасибо ребят встретимся через несколько дней как обычно ну и сложишь сложившейся ситуации уже традиционно всем жара желаю мира добра сил пис